Можете исключить? Нет, может быть, потом будет проблема увидеть вам здесь в заде. Добрый день, участники нашей сегодняшней экспертной встречи. Меня зовут Елена Ильзакович, я представляю группу, веду сегодняшнюю встречу, представляю группу Сохраненков Жаляук, и на самом деле это наша вторая экспертная встреча в серии обсуждений, как нам вообще развивать экотуризм в Казахстане, как это соотносится со всеми программами сохранения биоразнообразия в нашей стране, как это соотносится с программами развития туризма, и что нам делать, чтобы у нас все эти программы, что и в унисон с международными трендами, они были отдельными элементами деятельности различных министерств и ведомств и совершенно не отвечали требованиям местного населения и рынка. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить юридические вопросы, потому что на прошлой встрече мы заслушали двух экспертов международных и представителей других стран, чтобы понять, как развивается экотуризм в регионе, какие есть интересные пилотные инициативы, и не только пилотные, и что необходимо сделать у нас в Казахстане. В частности, были более детально рассмотрены теория и практика развития экотуризма, были приведены примеры того, как экотуризм развивается в Соединенных Штатах. Мы это сделали намеренно, так как нам в Казахстане Министерство экологии, геологии и природных ресурсов доказывает, что они внедряют в Казахстане американскую модель, поэтому мы хотели убедиться, в чем основные отличия американской модели от европейской модели. И сейчас, сегодня мы хотим обсудить именно юридические вопросы. На прошлой встрече эксперт нашей группы и экологический юрист Вадим Ми уже начал эту тему, он затронул вопросы, что нам необходимо обсудить такие документы, как правила осуществления туристической деятельности и также другие законодательные акты в части того, что их необходимо менять. Была идея написать письмо в правительство с тем, чтобы потребовать конкретные изменения, потому что, как оказалось на практике, когда группа Сохраним Куджавляу инициировала петицию к правительству, президенту по поводу того, чтобы прекратить вот эту практику раздачи земель в национальных парках на долгосрочный период и вообще расторгнуть договор с Туранга Групп, мы получили большой трекинг переброса этой петиции с одного ведомства в другую, и на самом деле нам никто толком не ответил, а те единичные ответы, которые поступили, говорили о том, что вообще все, что мы предлагаем, это нецелесообразно. Поэтому мы решили сосредоточиться на вопросах периодических в данном контексте и как раз посмотреть, что предлагают эксперты, которые входят в нашу группу, которые работают на других проектах, и те вот участники, которые сегодня к нам присоединились, что они считают важным подчеркнуть в этой тематике и какие предложения включить, в частности, вот в это письмо, которое мы, наверное, адресуем, вот как подскажут эксперты, наверное, правительство, и отправим его в скором времени после нашего семинара, с тем, чтобы у нас была возможность отобразить разные точки зрения. И сейчас я хочу пригласить к экрану, в данном случае, наших партнеров, экспертов из города Нур-Султан, извиняюсь, представителей проекта ПРООН, который занимается, в частности, подготовкой планов развития туризма и вообще планов улучшения лесного хозяйства на территории Казахстана. У нас здесь присутствуют два эксперта этого проекта, это Вера Воронова и талант юрист этого проекта, которым я хочу передать слово, с тем, чтобы они рассказали нам о том, какие исследования документации, которые существуют сейчас в Казахстане, законодательства и регламентирующих актов, они изучили, и к чему, какие у них есть выводы, предложения к нам. Я готова запустить демонстрацию, Вера, запустите демонстрацию экрана, и я предоставлю вам слово, а потом мы выслушим талант. Да, здравствуйте, уважаемые участники онлайн-встречи. Коротко хотелось бы сказать, что в команде с талантом и другими экспертами мы как раз-таки отрабатывали нормы по правилам осуществления туристско-рекорационной деятельности на территории нацпарков. Сразу стоит отметить, что в какой-то степени, конечно, эти идеи и эти комментарии, которые мы даем, они не охватывают весь спектр проблем осуществления туристско-рекорационной деятельности, и мы тоже еще дорабатываем, смотрим, какие-то идеи есть, мы просто не можем пока конкретным нормам это привязать, поэтому сегодня в виде сравнительной таблицы талант расскажет о том, что сегодня он уже есть. Данные предложения были представлены в Комитет лесного хозяйства животного мира, и стоит отметить, что там коллеги достаточно открыты поработать над этим документом. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего семинара. Вот для оперативности, для удобства работы, буквально в течение 3-4 минут я постараюсь вкратце продемонстрировать те наработки, которые имеются на сегодняшний момент, и дальше мы уже сможем вместе с вами подискутировать, обсудить какие-то моменты. Подскажите, пожалуйста, всем ли видна демонстрация экрана? Видно, да? Хорошо, коллеги. Поэтому буквально я сейчас буду параллельно прокручивать экран с помощью… Вот так. А, я понял. Вот, получается, у нас первые 3 позиции, они направлены на закрепление. То есть, в целом, именно сейчас мы рассматриваем поправки в действующие правила осуществления туристской рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках. То есть, сейчас, пока мы сфокусировались именно только на территориях ГНПП, но, тем не менее, мы понимаем, что вопросы экологического туризма, они требуют своего решения не только на ГНПП, но и на других типах особо охраняемых природных территориях, а также, в целом, более в широком смысле у нас есть природные места, которые не являются особо охраняемыми, но, тем не менее, они имеют не меньшую ценность для природы, для культурного наследия. Но пока мы начинаем именно с территории ГНПП. Первые три позиции, они касаются понятийного аппарата. Я здесь не буду останавливаться очень подробно. Хотелось бы перейти именно к тем нормам, которые имеют более такое конкретное практическое применение. Первая наша поправка в этой части, она касается того, чтобы предлагается закрепить на уровне этих правил прямую ссылку на действующий национальный стандарт 18.065.2017 года «Туристские услуги для общественного пользования, предоставляемые администрацией природоохранных территорий». У нас, согласно закону о стандартизации, пункт 1 статьи 26, национальные стандарты являются обязательными в том случае, если на них есть прямая отсылка в законодательстве, то есть на уровне закона, либо подзаконного нормативно-правового акта. Поэтому первое мы предлагаем сделать отсылку на этот национальный стандарт, чтобы он приобрел статус обязательного, и в дальнейшем мы уже сможем отрабатывать редакцию этого национального стандарта, чтобы его усилить и отразить все те технические нюансы, все те моменты, о которых говорят наши коллеги-экологи, общественники и эксперты сферы туризма. И, соответственно, здесь же мы закрепляем, что физические и юридические лица, предоставляющие туруслуги на территориях нацпарков, обязаны будут соблюдать требования администрации нацпарков, вытекающие из таких норм. Можно я добавлю коротко? Да, конечно. Очень коротко, касательно этого стандарта. Этот стандарт является идентичной переведенной копией международного стандарта ИСО. Там идет полное несоответствие терминологии, применяемой в Казахстане. Но, в общем, да, вот как Талант сказал, с какой-то его доработкой он может быть неплохим документом, который поможет как-то регулировать эту деятельность. Далее, по позиции пятой, мы хотим остановиться на такой проблематике, о которой мы очень много слышали от коллег, когда мы встречались. Тот момент, что в некоторых национальных парках блокирован доступ к каким-то пешеходным тропам, к каким-то местам посещения, которые на протяжении 30-40 лет и более всегда туристы посещали, а с какого-то периода вдруг там появился забор. Чтобы такого не происходило, на самом деле в действующей редакции правил есть отсылка к земельному кодексу, что на территории национальных парков устанавливаются сервитуты. Но ни в этих правилах, ни в земельном кодексе не раскрыт подробный бизнес-процесс, механизм. А как этот сервитут должен появиться? По чьей инициативе? Поэтому, чтобы с одной стороны не нарушать требования земельного кодекса, мы в этих правилах хотим описать только процедурный момент. То есть, если мы столкнулись с ситуацией, когда для туристов, для исследователей закрыт доступ к каким-то природным объектам, чтобы можно было инициировать это предложение в адрес администрации нацпарка, а в свою очередь нацпарк был обязан принимать, собирать эти предложения и с определенной периодичностью проводить обсуждения. И далее уже в порядке, установленном земельным кодексом, вводить сервитуты для обеспечения доступа к таким местам. Следующая поправка, она касается тоже одного момента, который вызвал наибольшее количество дискуссий в обществе. Это порядок предоставления земельных участков в долгосрочное пользование. Здесь, с учетом анализа, мы проводили анализ в различных развитых и развивающихся странах, европейский опыт, опыт Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки, Канады. И мы на основе этого анализа выработали такое предложение, что если земельные участки предполагается передавать в долгосрочное пользование на срок свыше 10 лет, этой процедуре должно предшествовать такое достаточно серьезное публичное обсуждение как на уровне координационных советов при нацпарках, так и на уровне общественного совета при Министерстве экологии и геологии и природных ресурсов. И, соответственно, мы хотим в этом же пункте, это у нас пункт пятый правил, здесь мы хотим прописать следующую норму, которая, на наш взгляд, является очень важной. В предпринимательском кодексе у нас установлен принцип одного окна. То есть этот принцип, он защищает как интересы бизнеса, так и интересы общества. Все государственные органы, вне зависимости от сферы деятельности, обязаны взаимодействовать с инвесторами только в рамках единого окна. То есть никакой госорган не может иным образом взаимодействовать с инвесторами. Этот принцип четко обозначен в предпринимательском кодексе, который имеет более высокую или высшую юридическую силу по отношению и к правилам, и к закону ООПТ. Поэтому мы хотим прописать, что предоставление участков в нацпарках должно также осуществляться по принципам единого окна, что обеспечит транспарентность этого процесса и понятность для всех участников этого процесса. А, нет, нет, нет. Я думала, что, может, ты добавишь, как, например, в США. Да, но в целом вот коллеги только что говорили об американском опыте. Мы посмотрели законодательство Соединенных Штатов Америки, Федеральный кодекс регулирования, где сказано, что руководитель национальной службы парков может принимать решение о передаче земельных участков на срок свыше 10 лет только в том случае, если имеется официальное заключение от Палаты представителей и от Сената Соединенных Штатов Америки. То есть такую передачу утверждает Конгресс Соединенных Штатов Америки. И следующий момент, он касается предложения введения новой главы в этих правилах экологические основы организации туристской реквизиционной деятельности в нацпарках. Здесь мы предлагаем утвердить ключевые принципы экологического туризма, которые мы прописали, основываясь на рекомендациях Международной Всемирной Туристской Организации ЮНВТО. А также хотим прописать некий механизм, как ассоциации и экологические общественники могут влиять на выявление фактов нарушения этих принципов. И в дальнейшем мы думаем, что еще какие-либо конкретные предложения, которые касаются механизмов защиты экосистемы для разнообразия в национальных парках, чтобы они также появились в этой главе 2.1. И вот последняя норма, она касается того, что понятно, что это право и без прописания в правилах существует у полномоченного органа и у нацпарков, но мы хотим с помощью этой нормы стимулировать и у полномоченного орган и администрацию нацпарков к тому, чтобы они стимулировали тех лиц, которые полностью выстраивают свою деятельность на основе указанных принципов экологического туризма. Вот, уважаемые коллеги, у меня все. Я вот предлагаю перейти к более живому обсуждению. Спасибо, Талант. У нас будут несколько вопросов. В частности, вот у меня вопрос, вы начали говорить о стандарте, и стал вопрос, а где же в этом стандарте или в других стандартах, например, прописывать вот эту терминологию, с которой мы столкнулись и которой сейчас, в принципе, манипулируют, например, чем отличается там гостевой дом от глэмпинга, то есть в каких документах вы считаете важным прописать вот эту терминологию, которую используют в качестве обоснования строительства тех или иных объектов, именно и отнесения их к туристическим объектам на территории ФАРТУШа. Да, ну, скорее всего, здесь такие вопросы, они должны регулироваться на уровне национальных стандартов, то есть чем отличается глэмпинг от кемпинга, кемпинг от палаточного городка и так далее. Там может быть десяток еще новых и новых терминов. Их прописывать на уровне даже правил достаточно проблематично, а вот для стандарта это очень будет правильно, на уровне стандарта отрегулировать. Коллеги, я предлагаю сейчас мы выслушаем других спикеров, а потом начнем обсуждение, потому что вопросов очень много на самом деле, и мы затронули только вопросы правил, у нас были несколько более широкие вопросы вообще таким образом, что реально, а что нереально делать в национальных фактах. И сейчас мы хотели поделиться через выступление Сергея Георгиевича Акуратова судебной практикой по многим вопросам, которые встречались ранее, но в частности остановиться больше на кейсе, когда общественное объединение стало запрашивать документы по последнему тендеру, который случился в парке Илья-Алатау, что с этим произошло, я сейчас передам слово Сергею Георгиевичу именно по судебной практике, потому что именно из нее мы получаем опять же большой класс тех вещей, которые или сказаны в законодательстве и нормативных актах, но не принимаются к сведению, то есть каким-то образом находятся уловки, или они не прописаны и требуют вот именно более четких формулировок. Я передаю слово Сергею Георгиевичу, потом у нас будет еще выступление Вадима, а потом мы приступим. Готовьте все вопросы, если необходимо, кому-то пишите в чат, я их буду зачитывать, чтобы у нас действительно был такой обмен мнениями. И талант я потом вас, опять же, и Виру попрошу еще поделиться после выступлений, тем, как вы видите вообще процесс внесения этих вот поправок. Вы сказали, что вы начали работать с комитетом, вот как вы структурно видите вообще эту деятельность, потому что не секрет, что общественный совет при министерстве, например, тему нацпарков вообще не затрагивает. И сколько мы не спрашивали отдельных членов общественного совета, они объяснили, что повестку формирует само министерство, а министерство, видимо, пока не сильно заинтересовано было включать это в рассмотрение. Как вы видите сам процесс? И есть ли у вас, опять же, какие-то предложения по процессу формирования общественных советов нацпарков? Потому что эта тема отдельно, конечно, большая вообще как общественное участие. Возможно, вынесем ее в отдельную тематику в дальнейшем, но пока вот кратко ваше мнение. А сейчас я передаю слово Сергею Георгиевичу, для того, чтобы он рассказал нам их находки. Добрый день, приветствую вас. Хорошо слышно меня? Да, нормально. Ну, во-первых, я бы хотел начать с того, что буквально в 2019 году целый ряд членов Организации Объединенных Наций призвали, так сказать, международное сообщество к тому, чтобы объявить десятилетия в борьбы, так сказать, за достижение цели устойчивого развития. И генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал в ее разнообразии ключевым элементом устойчивого развития. То есть, видимо, с нашими национальными парками необходимо поставить точно так же вопрос. Наши национальные парки являются и заповедники ключевым элементом устойчивого развития, так как они призваны защищать биоразнообразие и являются основой этого биоразнообразия нашей республики, ну и, как других, в общем-то, стран. И второй вопрос – это введение, так сказать, общественности и ее участие в процессе принятия решения и доступа к информации. Через неделю ровно исполнится 20-летие ратификации Казахстана, республики Казахстан в Организации Конвенции. Но, к сожалению, опыт нашего участия в судебных процессах показывает, что мы фактически как были в 2020 году по правовому, так сказать, полю, по правовым традициям, так и остались. Поэтому очень важный момент – это обеспечить, чтобы общественность получала возможность полного доступа к экологической информации относительно особо охраняемых природных территорий. Потому что как раз доступ к информации обеспечивает общественности грамотное участие. И в конвенции, в целом ряде документов Организации подчеркивается, что государственные органы в соответствии с статьей 3.2 должны содействовать, государственные органы должны содействовать предоставлению этой информации и доступ к информации со стороны, так сказать, общественности на их запрос. Что мы видим на самом деле? Мы видим прямо противоположную тенденцию. Государственные органы, в том числе комитет местного хозяйства, не только не способствуют доступу к информации, он буквально препятствует доступу к информации. Буквально некоторые выводы из нашего судебного процесса, который мы сейчас ведем, находятся на стадии апелляции сейчас. Мы запросили оценку воздействия на окружающую среду по вот этому, кстати, сейчас знаменитому строительству в урочище Лусай, где строится своего рода визит-центр. Какие формы действия против, так сказать, нашего заявления мы увидели со стороны комитета местного хозяйства и со стороны судебных органов. Во-первых, судебные органы сейчас очень ярко и почти без застенчиво выступают на стороне государственных органов. То есть не на стороне закона, а на стороне государственных органов. Одной из форм такой, я бы сказал, деятельности выступает то, что они начинают привлекать к судебным процессам третьих лиц, с которым или это не имеет никакого прямого отношения, или имеют слишком косвенное отношение. В нашем случае были привлечены национальный парк и, значит, кто-то ранга друг, хотя мы обратились в комитет местного хозяйства. Это затянуло процесс на очень долго и привело к совершенно ненужным дебатам. В результате этого удалось продвинуть следующий прием, а именно выйти за рамки судебных наших требований, которые были выдвинуты нами в судебные заявления. Я только приведу некоторые примеры, чтобы, как говорится, показать, как комитет противодействует. Представители национального парка и комитета заявили, что объект, который возводится в Юсайи, не является строительством. Но такой глупости просто мы даже, откровенно говоря, не ожидали. Это несмотря на то, что термин строительства, и что представляет из себя строительство, очень четко определен в законе об архитектурной строительной и строительной деятельности. То есть, первый момент, государственные органы пренебрегают действующим законодательствам. Второй момент. Начались разговоры относительно конфиденциальности договора с национальным парком. Мы тоже не выдвигали эти требования. И, наконец, третий момент. Все дебаты, которые почти вели, несмотря на наши неоднократные протесты в суде, свелись к обсуждению вопроса, а нужна ли в данной ситуации оценка воздействия на окружающую среду или нет. Хотя заявление наше было совершенно четкое. Нам нужно получить от комитета информацию. Мы не ставили вопрос относительно того, есть эта информация или нет этой информации. И самое главное, что в своем письме, которое мы получили от комитета, комитет даже не упоминал о том, имеется ООС или не имеется. Имеется ли экологический экспертизм, документ на ООС или не имеется. Следующий момент. Вот мы сейчас говорим о терминах. Комитет и представители национального парка занимаются буквально жонглированием законов. Они настолько произвольно трактуют те пункты, которые закреплены в законе, то есть которые уже даже закреплены, что у нас сейчас вызывает большое сомнение, что мы сможем продвинуть, даже если продвинуть термины, которые вы предлагаете, закрепить их там и что эти понятия определения будут железно потом выполняться нашим государственным миром. Ну, приведу самый простой пример. Представитель национального парка и представитель комитета заявил, вы не понимаете, что ООС должна проводиться не сейчас, а после того, как мы завершим первый вот этот этап предварительного строительства. То есть, если исходить из этой логики, то получается, что ООС проводится после того, как первый этап будет завершен и после этого будет применен весь вот тот набор требований правил для проведения ООС вплоть до альтернативного варианта. А если будет применен принцип альтернативного варианта и вдруг, так сказать, заключение, так сказать, сообщества экспертов к тому, что необходимо, так сказать, запретить данную деятельность, то что они его будут сносить? Вот у нас, честное слово, даже такой юмористический появился момент, может быть, поэтому в национальном парке такое огромное количество руин. Вот строили, строили, потом ООС провели, а кажется, не надо строить, бросили и руины в национальном парке. Причем их там десятки почти в каждом ущелье. Кроме того, очень ловко применяется законодательство. Законодательство применяется не сплошным, как бы таким образом, последовательно из одного вытека и другое, а применяется таким, знаете, выборочным методом. Например, нам неоднократно говорили о том, что вот эти временные постройки не требуют экспертизы, но не уточняли, какую экспертизу, потому что есть экологическая экспертиза, а есть экспертиза проекта. Это две разные вещи. Это первый момент. Второй момент. В том же законе об архитектурной и градостроительной деятельности в черном по белому статье 6 написано, что, я просто даже зачитаю, имеются объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, особого регулирования и градостроительной регламентации. Территориальным объектам архитектуры и градостроительной и строительной деятельности, особого регулирования и градостроительной регламентации относятся, пункт 2, особо охраняемые природные территории. И далее, я просто сейчас сэкономлю время к адресу все, если потом понадобится, скажу, где я записал. И далее предусматривается, что в основании этого особого градостроительного регулирования даже правительство, выделяя те объекты, которые должны попадать под особые правила, особо регулироваться и каким образом должны вырабатываться особые правила для ведения той или иной строительной деятельности на территориях. Это даже не было упомянуто. То есть это еще та практика, с чем мы сталкиваемся. Причем это не только в этих исках. Другой момент. Наши судьи и наши, так сказать, представители комитета национального факта просто-напросто игнорируют требования Верховного суда. Дело все в том, что в постановлении Верховного суда 25 ноября 2016 года, номер 8, черным по белому написано, что необходимо разъяснить судам, что для любых видов хозяйственной или иной деятельности необходимо проводить оценку воздействия на окружающий суд. И никаких исключений. Слово «любой» охватывает все виды. Поэтому, несмотря опять же на указание, то что если бы было исключение, то статья 36 Экологического кодекса была примерно так бы звучала. Необходимо проводить оценку воздействия любых видов, кроме, но этого нет в Экологическом кодексе. Но это не воспринимает ни суд, это не воспринимает и наши представители. Отсюда делаем вывод, что Верховный суд слишком слабо контролирует реализацию своих постановлений. Точно так же игнорируются международные конвенции. В частности, в том же пункте 1 статьи 4 Конвенции, черным по белому говорится, что государственные органы в ответ на просьбу предоставления экологической информации должны предоставлять такую информацию. И там не указывается, даже никакого намека нет на то, что должна идти дискуссия о том, должна вообще такая информация производиться или нет. То есть, тут просто-напросто идет игнорирование международных конвенций. Я уже не говорю о конвенции о всемирном наследии, предварительный список, который включен в целый ряд наших национальных парков. И не говорю о том, что мы неоднократно заявляли, что авоз нужен хотя бы для того, что несколько десятков метров, ну там может быть сотни метров. Вот строительство, которое ведется сейчас на данной территории, мы нашли несколько яблок. Мы не утверждаем, что это яблок не Северса. Но авоз и нужен для того, чтобы определить, это яблок не Северса или это все-таки территория, где они могут обитать, что защищается конвенцией о биологическом разнообразии. Вот для чего это нужно. Решение. Решение просто было потрясающее. Решение, согласно северсторой статье КПК, должно быть законным и обоснованным. И каждая сторона должна просто-напросто доказать это все дело на фактах. Но сторона ссылалась на документы, которые были сделаны в соответствии с заказом ТО «Туранга ГРУ». Мы эти документы изучили. В этих документах ни слова нет о том, что авоз не проводится на первом этапе. Таким образом, решение тоже повисло в воздухе. Наконец, самый главный момент, вот в том, как раз о чем сейчас и вы говорили. Дело все в том, что до сих пор, до сих пор, комитет лесного хозяйства, министерство экологии рассматривает национальные парки как отрасль лесного хозяйства. Они не рассматривают национальные парки как особо охраняемые природные территории. И отсюда огромное количество бед. Если мне память не изменяет, то в структуре комитета лесного хозяйства даже нет отделения, которое занималось бы особо охраняемыми природными территориями. Есть леса, животный мир, но вот, кстати, отдельно кто-то отделал, особо охраняемыми природными территориями нет. И более того, когда в суде начали выбирать этот вопрос, представитель национального парка, что подтвердил и представитель комитета, заявили, что у парка большие, так сказать, полномочия, он сам может заключать все эти. И вообще комитет к нам имеет очень косвенное отношение. Вот до чего договорились наши ответчики. Ну и последнее, что я хотел сказать, прошу прощения, может быть, многословно получается. Но мы считаем, что, тем не менее, надо требовать внесения изменений в законодательство. И мы предлагаем внести изменения, в первую очередь, в закон об охране, об особо охраняемых природных территориях. И в частности, необходимо туда ввести статью о оценке воздействия на оборужающих средствах. То есть, прямо вписать в следующий принцип, что овоз на землях ОПТ проводится для любых видов планируемых хозяйственной иной деятельности, без исключения, не только в тех случаях, когда может быть оказано существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие. На этом можно возразить, что существует эко-кодекс, и это прописано. Но я это говорю почему? Потому что неоднократно в ходе суда представители комитета и представители национального парка подтверждали, мы исполняем только закон об ОПТ. В законе об ОПТ право слова не упоминается. Все. Отлично. Насколько я помню, в правилах по туристической деятельности право тоже ничего не упоминается. Они, по-моему, и на них ссылались. Теперь, ничего не сказано ни в одном законе о том, что есть ОПТ, которые уже включены в международные нормы. Тем более, эти ОПТ должны подвергаться процедуре ООС. И не только те, которые уже включены, но и те, которые включены в предварительные списки. Об этом говорится, в частности, в положении Конвенции о всемирном наследии. Что они тоже оказывают помощь странам, чтобы обеспечить включение тех территорий, защиту этих территорий до номинации, до момента их включения. Ну и, естественно, что ООС должен проводиться по различным уровням. Одно дело крупное, какое-то масштабное строительство, другое мелкомасштабное строительство, но ООС должен проводиться. Вот сейчас у вас на экране регулярный пример. Поставить урны в городе. Ну, это какой-то мелкий расчет, там поставишь, чтобы там где-то не задеть, может быть, кабель, где-то, может быть, не задеть дерево, корни и так далее, и так далее. А вот к чему приводится отсутствие оценки воздействия на окружающую среду в национальных парках. Элементарно никакой оценки воздействия на окружающую среду построения мусоросборников на территории парков мы никогда нигде не видели. Вот сейчас, смотрите, вот это Ясыкское ущелье, там там рядом же фотография Тургейское ущелье, рядом фотография Алмар-Сан, проходное ущелье. И все фотографии будут буквально свежие. И, наконец, одна из фотографий возле Тургейского знаменитого водопада. Жить в нем. Нет, следующее. Вот это Тургейский знаменитый водопад, куда водят туристы. Но о каком можно говорить экологическом туризме, если вот здесь элементарные сбалки? Однозначно мы тоже предлагаем ввести такое же изменение и в экологический кодекс, как действующий, так и в проект нового кодекса. То есть АОС должна проводиться, это надо закрепить 36-ю статью для любых видов хозяйственной деятельности. Дифференциальные требования, естественно, нужны в зависимости от того, какой объект строится. И убрать вот эту гнилую формулировку санитарная классификация, которая лежит сейчас в основе проведения оценки воздействия на окружающую среду. Потому что национальные партии, так как они не имеют классификации санитарных промышленных объектов по их принципу опасности, они включены в так называемую четвертую стадию, четвертую категорию проведения АОС. И нам в суде заявляют, ну вы посмотрите, они же безопасные, и там вообще ничего нет. Там ничего не может быть. И более того, уже даже в произвольной трактовке преподносят 37-ю статью, заявляя, что там в черном-побелом написано, что АОС для этих территорий не производится. Хотя там написано, что не производится для действующих объектов, но не для планируемых. Поэтому классификация объектов, которую мы предлагаем, должна выглядеть следующим образом. Классификация объектов по оценке воздействия на окружающую среду по значимости полнотир должна оцениваться следующим образом. А. По природной и историко-культурной ценности объектов. Это как раз то, что требует от нас международной конвенции. Второе. По государственным и общественным потребностям и значимости объектов. И, наконец, третье. По классам санитарной опасности, которые сейчас существуют. Потому что даже экологический кодекс строится сейчас опять не с точки зрения того, что нам нужно сохранить биоразнообразие, а с точки зрения того, как бы нам облегчить средний бизнес, крупный бизнес и мелкий доступом к природным ресурсам и облегчить вообще ситуацию для бизнеса. Но в конце, чтобы кодекс уже убедительным быть совсем, я думаю, можно обратиться к посланию президента, где черным по белому было сказано 1 сентября, что охрана окружающей среды и экологическое развитие выходит на первый план казахстанской поездки дня. Этим занимается весь мир. И вот он тут и вам указывает. Следует утвердить долгосрочные планы сохранения и рационального использования биологического разнообразия. Законодательно и нормативно нужно закрепить, защитить национальные партии, другие природные богатства Казахстана. Ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих эти правонарушения. Поэтому, мне кажется, ваше предложение очень удачное, своевременное. Но все-таки надо, мне кажется, начинать с более высокого уровня. Спасибо. Спасибо вам, Сергей Георгиевич. Я думаю, что тут есть очень много тезисов, которые надо обсуждать. Я полностью согласна, что это очень странно, что когда у нас существует кодекс, его вообще не принимают внимания. Именно на этой основе сейчас требуется внесение изменений и прямые ссылки в акты, которые, ну, второй, да, как я понимаю, ступенью второго уровня. На самом деле, для любого юриста, я думаю, что это очень странно. Прежде, опять же, чем у вас будет возможность задавать вопросы и обсуждать, я думаю, что Сергей Георгиевич дал очень много мыслей для размышления. Я передам слово Вадиму Ни, который предлагает, чтобы мы подобные все рекомендации составили в виде письма. Сейчас я передам ему микрофон, а потом буквально через пару минут мы откроем обсуждение. Да, коллеги, спасибо большое, добрый день. Я думаю, в принципе, подходы наши по предложениям к законодательству, они совместимы. И поэтому предлагаю сформировать, написать и подать, отправить премьер-министрами премьер-министра письмо с предложением инициировать внесение изменений и дополнений в действующее законодательство. Как вы помните, 18 сентября я озвучил позиции по рекреационной нагрузке, по сроку долгосрочного пользования и по отсутствию в самих правилах действующих требований, экологических требований в отношении туристской рекреационной деятельности в национальных партах. Там основная часть норм касается передачи в частное пользование. И здесь наши позиции полностью сходятся. Единственное, добавилась позиция зеленого спасения по ОВОЗ. Я думаю, это тоже та норма, которую многие поддерживают. Теперь предложение по тому, как мы можем начать процесс. Первое, отправляем письмо. Предложение такое, что я сброшу вам драфт письма. На сегодняшний день я вижу четыре группы или организации, которые могли бы выступить подписантами это письма. То есть наша организация, социально-экологический фонд, АСБК, зеленое спасение как организации. И, наверное, сохраним жиле, либо как индивидуалы, либо кто-то от группы подписывает это письмо. Мы направляем. Теперь дальше подход обознать. То есть давайте обсудим по позициям, что включить. Сейчас у меня нет ОВОЗ здесь. Я с этим пунктом согласен. Теперь мы направляем это письмо. Теперь мы должны определиться с тем, как мы, сценарий того, как мы будем с этим работать. Мы дожидаемся ответа. Вот им я раскрылся. Его письмо будет впущено Министерство экологии, идеологии и природных ресурсов. Дальше мы оцениваем. Серьезный ответ. Или нас отфутболили полностью, либо нам сказали, ну, ждите там, когда мы примем эти изменения. Если ответ будет серьезным и выход на диалог, то мы сразу же готовим предложение, так, чтобы ускорить процесс принятия соответствующих поправок. Я согласен, что здесь нужны поправки и к закону, и к правилам. С другой стороны, если мы пойдем по поправкам к закону, а потом только к правилам, это два-три года. Потому что вначале готовится концепция законопроекта, потом она утверждается, потом готовится сам законопроект, потом он проходит в парламент, потом из парламента, после парламента разрабатываются поправки к правилам или новая редакция правил. Это не менее двух-трех лет. Поэтому нужно, конечно, предлагать и те поправки к действующим правилам, которые не требуют внесения изменения сам в закон. И нужно идти по двум сразу параллельным путям, чтобы не затягивать процессы и не уйти на 3-4 года работы. Вот. Теперь по подходам. Я вижу так, что мы можем после того, как будет серьезный данный ответ, мы вступаем в работу, готовим концепцию предложений, вступаем в диалог. И, наверное, если СБК готов поддерживать этот процесс из Нур-Султана, это проще, конечно. Мы здесь будем... Проект про ООН. Да, проект про ООН. То мы готовы поддерживать здесь постоянно этот процесс. Но, конечно, надо доходить на свидание, на встречи. Это сложнее делать из Алматы. Вот один подход. Если мы не получаем нормального ответа, скажем, и не видим открытости к диалогу, я бы предложил рассмотреть вариант проведения пресс-конференции, где мы обозначаем, что предложения с нашей стороны были, и мы видим, почему это нужно делать. И требуем, чтобы на них обратили внимание, и процесс был запущен. Принятие нового... То есть... Принятие права законодательства. Ну, собственно, это вот предлагаемый подход. В принципе, я отмечу, что от нас тоже будет юрист участвовать. Сам я готовил законопроекты от разработки концепции до уже работы в парламенте. Поэтому, если нужна помощь, то готов подключиться и лично так же. Большое спасибо, Вадим. Вот предложены варианты решений, и я сейчас, так скажем, буду разрешать включать микрофоны, и в частности, в первую очередь, дам слово Таланту и Вере, чтобы они ответили на те вопросы, опять же, касаемые процесса, и согласны ли они с теми предложениями, которые звучали из Алматинской студии. Но перед этим у меня небольшая ремарка. Я вот сегодня прочла статью о том, о национальных парках, о тех судебных процессах, которые идут. И вот там была информация, что в 2017 году, в частности, была создана межведомственная комиссия, и она выявила 253 незаконно выданных земельных участков национальных парков, и какое-то абсолютно громадное количество земли, 446, получается, гектар или тысяч гектар, я так не поняла, но тем не менее, даже если это просто 446 гектар, это громадная территория, и на самом деле это все только в ближайшем, как я понимаю, парке. И, соответственно, в суды поступили иски. Вот меня цифры поразили. По судебной практике, так называемой, что из всех этих исков только 10 было удовлетворено, 45 остались без рассмотрения, в 10 исках удовлетворения оказано, 5 прекращено производство по этим делам, и 21 сейчас находится на рассмотрении. Вот я предлагаю, на самом деле, меня эти цифры очень смущают, как человека, который понимает, что в судах есть проблема, но я вижу проблему в том, как дела готовятся, даже если их иницирует национальный парк, это дела, я понимаю, инициированные самим национальным парком, что как они готовятся к суду, если их возвращают, или они остаются без рассмотрения. Для меня это пока качественный показатель не очень хорошей, так скажем, работы тех, кто должен защищать общественные интересы. И я напомню, что это не обязанность общественных организаций, как многие считают, доказывать в суде право на возврат тех или иных ситуаций. Это должен делать сам национальный парк, это должен делать национальный государственный орган. А сейчас есть попытки переложить ответственность, в частности, говорить, что там проглядел кто-то, что там или сям у нас находится, строится тот или иной объект. На самом деле, все эти факты должен выявлять сам национальный парк, у него для этого есть персонал, и таких национальных парков по стране много, и это их прямая обязанность беспокоиться и влюсти территориальные интересы государства и нашей общей собственности. Поэтому у меня будет также рекомендация от себя, что необходимо в этом письме вот премьер-министру отдельным пунктом, не как рекомендации к изменению конкретного закона, а именно рекомендовать проанализировать судебно-претензионы, или как правильно это назвать, практику национальных парков страны и сделать отдельный доклад по этому поводу, чтобы это было доложено премьеру. Потому что я считаю, что такие цифры, они ужасают, и это говорит о качестве в том числе государственной службы в нашей стране. От меня такая добавка все, теперь я открываю возможность вам комментировать, надеюсь, что у нас все будет в плане хорошо со звуком. Итак, Вера, Талант, давайте с вас и, пожалуйста, потом поднимайте руки, кому предоставлять слово, я постараюсь следить за экраном. Да, спасибо, Елена, в принципе, много говорить не будем, то есть, да, согласно насчет необходимости рассмотрения норм касательно ООСа, я сейчас вот тоже глянула, то есть в правилах там есть все-таки отсылки на, как они называют, комплексное вне ведомства экспертиза, да, на ПСД, которая должна получить положительную экспертизу, только после того можно начать какое-либо строительство, то есть это можно будет обработать, опять же, посмотреть. И, что касается процедуры, да, как это все дальше продвигать, то есть единственное предложение, может быть, давайте тогда в рабочем порядке это обсудим, как, ну, как мы будем дальше двигаться. А по доступу у Талан тоже. Получается, вот коллеги очень такой важный вопрос подняли и по ОВОЗ, и по доступу к экологической информации. Так, мы не зависты? А, нет, нас слышно. Получается, вот нам нужно будет проанализировать проект экологического кодекса, потому что, насколько я понимаю, там идет замена понятия ОВОЗ на скрининг, то есть там какие-то подходы уже опять до конца не проработав вопрос ОВОЗ, а у нас уже внедряются еще какие-то новые передовые подходы. То же самое у нас касается доступа к экологической информации. Раньше в экологическом кодексе была, ну, пусть даже не идеальная, но более-менее понятная статья о доступе к экологической информации. Ее несколько лет назад поставили на утрату и все слили в одной норме закона о доступе к информации, где уже была утрачена эта конкретика и именно специфика доступа к экологической информации, потому что там доступ к любой другой информации это одно, а доступ к экологической информации это все-таки другое. Поэтому именно по вопросам ОВОЗ, а вообще там предварительной оценки воздействия на окружающую среду, вопрос доступа к экологической информации, к сожалению, это тот вопрос, который должен рассматриваться в рамках рабочей группы по экологическому кодексу. Это вот такая просто мнение. А в остальном, да, я вот считаю, что нам нужно более в таком тесном формате конкретно обсуждать именно по пункт на эти правила в каждый пункт, что мы можем или должны вносить. Спасибо большое, коллеги. У кого будут еще предложения, идеи? Вот я вижу у нас в студии Вадим Борейков поднял руку, я сейчас предвину к нему микрофон. Елена, а можно дополнить Талана? Вадим, дадим Лауре слово. Да, Лаура, давайте. Добрый день всем коллеги, спасибо за организацию, во-первых, да, ну, во-вторых, касательно предложений Талана, то, что авоз у нас заменяется скринингом, это не совсем как бы верно, на самом деле у нас авоз остается, только согласно проекту нового экологического кодекса не все объекты будут подлежать обязательному проведению авоз, то есть там будет этап скрининга и на этапе скрининга будет определяться нужно для этого проекта авоз сделать или не нужно, то есть если не нужно, то они будут только декларацию заполнять и отправлять. На этапе скрининга вообще предусматривается участие общественности, наоборот, вот в проекте нового экологического кодекса расширяется полномочия общественности. Поэтому я считаю, я думаю, что эти вопросы уже сняты. Такое вот дополнение. Ну, Вадим, вы не... Вадим, вы можете махать головой, но вы во многих заседаниях не участвовали, поэтому многие данные, возможно, не знаете. Разработки этих... Вадим, у вас будет возможность, вы можете... Вадим, Варейко, а потом вы можете отключить. Аура, привет. Вы говорите о проекте Иголгинского оборудования. Мы опираемся на закон, который обратной силы не имеет, и события, которые произошли на время действия существующего вводящего документа. На мой взгляд, вокруг Иголатаусского и трех других пакетов сейчас происходит бакханалия правового нигилизма. Корень этого нигилизма, я думаю, сидит в статье 122 закона ООПТ, где говорится о пользовании, о пользовании, о досрочном пользовании. Тогда как статья 37 земельного кодекса говорит нам, она называется право временного, возмездного землепользования в скобках аренды. То есть, это абсолютно и синоним. закон ООПТ, мне Сергей Георгиевич подсказал, что это статья, норма была обведена о пользовании просто в 2007 году. То есть, это юридическая казуистика. В статье 122 эта норма полностью противоречит статье 37 земельного кодекса, как юридическая сила, которого выше. Через так называемое пользование долгосрочное. Во-первых, арендаторы, фактически арендаторы, они не называются землепользованием. А чем же они тогда пользуются? Они не имеют госакта, они не имеют кадастрового номера, и фактически любой может договориться с ТАС-парком без участия даже местного исполнительного органа и заключить с ним договор навсегда. 49 лет это навсегда. То есть большинство из, как всем Бог здоровья, но я не доживу. Многие из нас не доживут. Это фактически де-факто. Во-первых, это аренда, поскольку осуществляется арендная плата. Тот же Гужайер платит 9000 тенге за в месяц. Помню, я это говорил на камеру. и поначалу он говорил слово аренда, потому что де-факто это аренда и есть. Потом его научили, что это слово токсичное и сказали ему говорить о пользовании земли. То есть через это противоречие, через эту юридическую казуистику выдавания аренды за нечто другое, мы можем просто потерять все наши национальные парки, все особо охраняемые территории. Корень зла вот в этом. То есть через эту аренду у нас скоро особняками застроят все горы. Спасибо вам. Спасибо. Так, ну, я бы не останавливался на вопросе скрининга и так далее, но здесь нужно что отметить? Во-первых, действительно, пока мы будем бороться там за ОВОЗ, эти объекты уже давно передадут, я просто принципиально за то, чтобы мы включили положение по ОВОЗ, потому что на будущее даже, те объекты, о которых мы говорим, они уже переданы до того, как мы отработаем или даже проект нового Калактического Кодекса вступит в силу. Добавлю только, что я когда работал в Комитете по соблюдению ОКОСовской Конвенции, увидел, что скрининг работает на национальных проектах только в Великобритании, в других странах, только на уровне местных органов. Потому что выборные государственные органы вынуждены, когда со стороны общественности идет давление, они говорят, а вот эти деятельности тоже нужно посмотреть в качестве объекта ООС. Тогда это работает. На национальном уровне только в Великобритании. В других странах не работает система принятия решений подскринения. Господин Борейко очень хорошее слово сказал, как юристика. Я специально залезла в сколоварь. Люблю старинные слова, они нас отсылают вообще к средневековым догмам, когда частные случаи начинают распространять на общую практику. Я, как понимаю, рекомендации экспертов, чтобы мы все вот эти частные случаи, которых накопилось, к сожалению, очень много в наших национальных парках, наоборот, вывели из-под возможности невнятного толкования и сделали абсолютно четко обозначенными в нашем законодательстве. Тогда я понимаю, что есть предложение, что вообще особо охраняемые природные территории, раз они особо, вот слово сделать акцент на слове особо, и особо подчеркнуть их статус, как в градостроительных всех регламентах, о чем мы уже говорили, что нужно особое регулирование строительства на этих территориях. так и с точки зрения ОВОЗ, если нашим судебным органам недостаточно просто прямой ссылки в кодексе, то надо как-то особо выделить этот вопрос и возможно тогда уходить от скрининга или поднимания статуса этих объектов именно с точки зрения особой ценности их для всех будущих поколений, если уж наша страна говорит об устойчивом развитии. Поэтому вот с моей стороны такой комментарий коллеги, у кого есть еще вопросы, предложения в части опять же работы над письмом первое, которое мы хотим подготовить с точки зрения внесения каких-то целевых предложений с тем, чтобы это было отработано через канцелярию премьер-министра с ведомством ответственно за национальные парки. Возможно, у вас будут еще какие-то моменты, которые необходимо помимо этого запускать в работу сейчас. Елена, можно я еще добавлю? Это Лаура. То, что Вадим Николаевич сказал, мы полностью согласны, что у нас нормативно-правых актов разного уровня есть несоответствие. И такое не только в земельном кодексе есть. но касательно того, что там ведутся строительные работы без авоз, это, конечно, незаконно, несмотря на то, что Мирзагалеев говорит, мы понимаем, что у него нет ни образования, ни опыта в области экологии, поэтому у него даже нет на это компетенции, чтобы отвечать на такие вопросы. Но между тем, у нас в законе ООПТ есть нормы, которые требуют проведения авоз. Ну, я тогда направлю вот эти нормы, чтобы включили письмо. Вообще, там есть такие нормы, которые обязывают проводить авоз. Хорошо, Лаура, вы тогда направьте нам предложение с тем, чтобы мы включили в письмо какие-то пункты, которые, возможно, мы упустили. Желательно тезисно, так как мы не говорим сейчас, что мы пишем сравнительные таблицы, это хорошо, вот уже начал делать проект про ООН и талант, в правила, работа начата, и там нужно, опять же, возможно, по другим пунктам правил, уже раз идет детальная работа, это очень ценно, потому что они с обоснованием продвинулись. И я вот поддерживаю Вадима, они с тем, что нужно параллельно работать, потому что у нас, к сожалению, нет времени, сейчас мы следим внимательно за прессой, в нацпарках создаются в скоростном режиме общественные советы, несмотря на то, что мы уже несколько раз просили все-таки обозначить их компетенцию, требования компетенции и к правилам их работы и идет всяческое продвижение вот этой единой идеи раздачи большого количества участков едиными лотами от строительства, не строительства. Мы можем столкнуться с ситуацией, что у нас не называют строительством то, что строительством является, буквально в этом году. и нам ждать пока внесут очень много норм в законы, к сожалению, мы можем опять же настроить того, что сложно разрушать и на самом деле мы одной из следующих встреч по просьбе Сергея Георгиевича Куратова хотим все-таки заострить внимание на их докладе по мониторингу национальных парках на другой встрече. Выявляется все больше и больше кейсов, когда стоят разрушенные здания и не используются или, например, вопиющий кейс, который вот обнаружился буквально в этом месяце, когда нашли нарколабораторию на территории национального парка и выяснилось, что там передаточные документы. Ну, в общем, вся история дурно пахнет на самом деле. Никто не, хотя в правилах сказано, что владельцы участка или строений должны уведомлять национальный парк о том, что переходит право собственности на это строение, мы видим, что это легко обходится, никто это не делает, или кейсы, которые вскрыл вот юрист Базарбек, связанный со строительством частных вилл за закрытыми, так скажем, заборами и опять же судебной практики, когда сам национальный парк на самом деле выступает, получается, фактически, как мы видим из документов на стороне застройщика, то нам ждать, к сожалению, 2-3 года внесения изменений в законодательство очень сложно, поэтому мы все-таки надеемся, что наше министерство экологии проявит благоразумие и сдвинет акценты в своей работе с продвижением вот этой программы туристификации национальных парков, которая на самом деле может подождать. Вот я пока меня, например, все эти совещания не убедили в том, что это такая срочная необходимость раздавать земли и проводить вот эту туристификацию именно в этом году, именно вот сейчас искать инвестора, потому что никаких предпосылок, особенно юридических предпосылок в виде четкого следования стандартам или правилам нету. и как мы видим вот на прошлом семинаре нам рассказывали, что вся американская модель концессий сервисных управления собственностью нацпарков строится на строгих стандартах, следования строгим стандартам. Пока этих стандартов нет, получается говорить о том, что у нас внедряются эти концепции очень сложно. есть ли у кого-то еще какие-то вопросы, которые с точки зрения законодательства вызывают сомнения, не нашли отражения, которые мы можем включить в письмо и вот пропустить, так скажем, в работу. Сейчас мой микрофон Аджак Джандосовой передадим. Да, да, вы потом можете рядом. Добрый день, коллеги. На самом деле я не знаю, насколько у меня вопрос может быть не касается сегодняшнего законодательного кризиса, но может быть даже чисто риторический вопрос. Честно говоря, меня сегодня вот один пункт в презентации про ООН согрел, душу согрел, когда дело касалось, разговор шел о том, на сколько лет, что значит долгосрочная арена, потому что, как правило, сейчас, допустим, у нас существует короткосрочная аренда и долгосрочная. Почему-то все участки у нас даются долгосрочную аренду до 49 лет. Почему не даются, допустим, условно говоря, 10-15 лет? И вот мне очень понравилось то, что ребята предлагают, что, допустим, если долгосрочная аренда свыше 10 лет, то должна, разрешение на такую аренду должно проходить через высшие государственные органы, например, через Сенат и так далее, и с широким привлечением общественности. Потому что 49 лет это просто навсегда. И совершенно непонятно, что там произойдет потом. Поэтому я не знаю, где это нужно прописывать, кому это надо говорить, но я считаю, что нашим министерству экологии, тем, кто занимается национальными парками, надо принять этого внимания. То есть, пока они еще что-то раздают в аренду, не обязательно это делать на такой долгий период. Спасибо. Ирина, можно сказать, да? Хорошо. Давайте я дам сейчас слово Сергею Георгиевичу, попросила, потом вам. Еще буквально один очень важный вопрос. Погромче только говорите вас. очень важный вопрос, который мы неоднократно поднимали, и другие организации неоднократно поднимали. Это вопрос об охранных зонах национальных парках. Практически наш Экимат с 2006 года так и не установил охранную зону вокруг национального парка. Областной Экимат установил, есть эта охранная зона. Не будем сейчас говорить о том, насколько режим ее соблюдается, но самое главное, что издает этого документа говорит опять о том, что охранные зоны функционально опасности страны города используются под массовую застройку. С одной стороны, с другой стороны, там уничтожаются оставшиеся дикоподовые леса и культурные сады и культурные сады уничтожаются от порта ламандинской, который здесь сейчас повознашает защиту уникальных яблоков, которые нужно восстанавливать. То есть государственные органы практически игнорируют законодательство полностью, сто процентов. Наши заповедшие Министерства экономики, сейчас достигнуты культурных хозяйства, получили следующий отзыв, что практически невозможно выполнить данные циклы из-за моментальности этого и практически не возможно. То есть полная абсурд. Я понимаю, что смосить огромное количество застройщиков на этих территориях уже будет проблематично, хотя бы сейчас на данной территории ограничить строительство, тем более, что в ряде случаев у нас уже имеются факторы. Строительство ведется таким образом, что подрываются склоны и начинаются оползания, которые угрожают жителям истежащих территорий. И второй момент, вот тот случай, опять же, судебный литератургий я вам сказал, там очень интересная документация. Дело в том, что ЛПЗ, литературный правилочное задание получает согласно так сказать нашему законодательству в нашем направлении архитектуры и снова название Неваль, АПЗ было выдано, но АПЗ выдаются при двух вариантов, что имеются определенные гарантии на то, что есть земельный участок и не против, так сказать, возражений со стороны городской постели. Таким образом получается, что получать землю придаток идет в парк, то есть в одно ведомство, а получать АПЗ он идет совершенно в другое ведомство. То есть на территории национальных парков фактически сложилось двое власть. И отсюда страшные противоречия. То есть парк буквально разрывает на куски. С одной стороны центральная вина, с которым обращение, а тут будет первое встало, которое якобы территориально его курирует, поскольку он находится в административных правительствах. И это отверг нарушения земельного законодательства, потому что земельное законодательство четко прописано изменения административных городов, не меняет права собственности, не меняет то есть как собственно было с вами по такому эсперенции. Непонятно какой стадии, без власть. Спасибо. Маленький комментарий буквально Вадима, и потом я передам слово Вере, а потом Людмиле Кузнецовой. У нас осталось немного времени на трансляцию, но я дам вам возможность высказаться. И потом уже Жанна Стунер. Очень короткая ремарка по поводу того, что мы хотели бы серьезный ответ от министерства, потому что на наше прошлое письмо был ответ, а я писал и с той стороны, со стороны государственных органов ответы, но я такого никогда не получал из министерства. Там буквально каждый пункт до свидания, до свидания, до свидания. Я постараюсь коротко, то есть сегодня у нас обсуждения пошли в таком росте, что рассматриваем два вопроса о совершенствовании законодательства и исполнении законодательства. Они, конечно, связаны по себе вещи, но может быть в какой-то степени в своих запросах, в своих подходах стоит их рассматривать отдельно, чтобы не путать уполномоченный орган. Что касается потоков туристических и вообще вот этой направлении развития туризма в национальных парках, реалии таковы, что посыл идет же не только от политики, которую установило сейчас наше руководство о том, что мы должны развивать туризм. Он идет естественным образом. Идет рост потока, есть потребительский спрос, и его остановить невозможно, просто закрыв шагбаум с парка. Им надо управлять, и мы постоянно говорим о управлении рекориционных нагрузок, о том, что это не прописано, это надо, и на самом деле вопрос развития напрямую решает эту проблему. То есть нормально развитая инфраструктура помогает снизить регуляционную нагрузку. Это обустроенные тропы, это продуманные места концентрации людей, их отдыха. И вопрос только в том, как это делать, и выстроить тот самый подход, чтобы все эти вещи производились правильно. И реалии Казахстана таковы, ну ладно, я об этом не буду говорить, а то могут камнями зря. Ну, к тому, что в краткосрочной перспективе, да, у нас сейчас есть правило, которое является подзаконным документом, утверждается приказом министра, и как я уже сказала, комитет лесного хозяйства открытый к нормально продуманным хорошим нормам, это можно действительно попросить инициировать рабочую группу, отработать, а в долгосрочной перспективе, что сегодня быстро не решишь, это, конечно же, внедрение системы стандартов, потому что любой нормальный международный опыт возьми, там действительно хорошо отработают стандарты, то есть взять те же самые тропы, да, в Америке это 158 страниц стандарта, как тропа должна быть обустроена, именно с учетом того, чтобы помочь управлять этим потоком людей, которые хотят смотреть и видеть наши национальные парки. Спасибо, Вера, я думаю, что вот с одной стороны вы правильно говорите, да, что у нас сейчас люди идут в парки, это рынок, никто не предлагает закрыть парки для туристов, вопрос идет именно о долгосрочной аренде земли, именно о передаче парков какому-то одному инвестору, мы говорим именно о тех механизмах, связанных с земельными отношениями и с тяжелой инфраструктурой, потому что на самом деле по текущим правилам сдавать в аренду тропы никто и не должен, вот это опять же очередное противоречие, которое мы выявили на примере Туранга групп, когда отдали в аренду парковки тропы, которые по текущим правилам на самом деле не подлежат, не должны вообще включаться в эти договора, отношения между парком и кем-то. Это вопрос, конечно, комплексный, сложный. Я хочу сейчас дать слово Людмиле Кузнецовой, которая давно говорит о планировании работы парков. Людмила, вам слово. Добрый день. Я, значит, к сожалению, я не совсем была готова к этой теме, потому что у меня было очень мало информации, но тем не менее. Сейчас мы с вами говорим, и в основном я смотрю, простираются интересы и анализ как бы при территории, которая близ Алматы. Но я работаю с территориями и в том числе с нацпарками везде в республике. И особенно вот больной вопрос, который меня уже лет, наверное, 5-6 не отпускает, это, например, Жасыбайское, озеро Жасыбай, это в Национальном парке Баянаул. И там мы неоднократно писали письма проблема межведомственных отношений и, соответственно, противоречия законодательства. То есть абсолютно, когда мы рассмат, для нас очень важна для всех в конечном результате, важна территория, то есть управление ей. В настоящее время застройка идет непонятно как, контроль за санитарным состоянием территории Акиматы не пускает, то есть это уже другой закон, это закон о самоуправлении и, может быть, экологический кодекс и так далее. То есть никакого контроля нет, то есть комплексного управления такого территорий, территорий нет абсолютно. Непонятно как строятся там, непонятно как строятся дома отдыха, как организована вообще инженерная вся система и оборудование. И все это опять же идет только потому, что идут большие противоречия между законами об охране окружающей среды и предохранным законодательством, законом об архитектуре. Поэтому когда говорим о каких-то одиночных таких проектах и объектах, ну там здание одно, еще чего-то, как-то это не сильно видно и не сильно смотрится. Да, частники построили, вроде как они, каждый за себя отвечает. А когда это группа или несколько землепользователей или арендаторов как таковых, или владельцев тех объектов, туробъектов, которые находятся на природных территориях, это вообще очень большая проблема, и мы это не затрагиваем, к сожалению. Мы писали, еще раз говорю, неоднократно запрос тогда в Минсельхоз, в КЛОВ в том числе, но так ответа нормального и действий никаких не получили. И пока вот эти разночтения не будут у нас межведомственные решены, проблема вот такого бесхозяйственного отношения, она будет продолжаться, потому что вот я не так давно участвовала в слушаниях по Каролинскому нацпарку, приглашали меня, я тоже обратила внимание и уже не один раз смотрю на то, что те правила, которые есть по разработке, но у них так странно и называется Теогенеральный план нацпарка, в котором они точно так же непонятно как не специалисты предлагают размещение тех или иных объектов, там есть и капитальное строительство и так далее. То есть это тоже вопрос такой открытый и никак не способствует развитию этих управлять ими. Потом я согласна с Еленой в том плане, что да, может быть то, что сейчас идет такое форсирование передачи земель в нацпарк, ой, не в нацпарк, а в нацпарков особо храняемых природных территорий и не только арендаторам, может быть, где-то даже преждевременно. Я много занимаюсь туризмом, аналитикой в том числе, и я вижу, что, например, у нас ресурсы для турбизнеса как такового, да, это то, что касается городского туризма и других видов туризма, они абсолютно не используются. И, может быть, надо все-таки как-то все это уравновесить, скажем так, да, вот, и нацпарк, может быть, пока мы с законодательством четко, разногласия вот эти и четкого законодательства не будет, и совершенно замечательная была информация про Америку, потому что там 10 лет максимальная аренда, то мне всегда интересно, модель-то мы американскую взяли, а почему же мы тогда юридическую часть американскую не берем с точки зрения управления? Почему мы в комплексе не берем? Почему мы берем только отдельные удобные для нас моменты, модели? Вот это для меня тоже интересно. Поэтому надо поработать, и я говорю, ну как, готова представить чуть позже, наверное, вот те противоречия между законодательством, внутри законодательства, которые есть, то, что касается, как я говорю, природоохранных территорий, да, и закона, нашего закона об охране, ой, господи, об архитектуре, вот, то если будет интерес, то я вам такую информацию предоставлю. Очень спасибо, да, Людмила. Вы затронули очень важный вопрос, на основе которого вершатся многие дела, это вот эти генеральные планы развития парков. на самом деле он касается напрямую и турпродуктов, и турслуг, которые там сейчас пытаются представить, что у нас не хватает ресурсов. На самом деле каждый из этих планов должен был, когда он вносится корректировки, должна проводиться строжайшая современная инвентаризация того, что есть. Вот то, что мы видим, было сделано по Илья-Лотанскому парку зимой, например, никакой, хотя в тех задании была включена инвентаризация, в итоговом документе мы этой инвентаризации вообще не увидели. И это как бы не замечает уполномоченный орган, что ему сдали продукт без инвентаризации, хотя, возможно, у нас количество гостевых домов, конюншен, кафе и каких-то других объектов, может, оно на самом деле по документам превышает все мыслимые немыслимые нормы на то количество туристов, которые есть. Другое дело, они на самом деле существуют или используются. Я хочу быстро предоставить, попросить Жанну чутко сформулировать свою идею, потому что нам нужно закрывать встречу. Мы можем говорить еще очень много, и я думаю, что это не последняя встреча. У нас еще была заявлена для ближайшего, ну, для ближайшей встречи именно темы планирования. Я думаю, что и у Днила, и у нас есть предложение по индикаторам устойчивого развития, которые можно применять на этих территориях. Мы организму еще одну экспертуру встречу до конца октября подготовимся, и там можно будет опять же вернуться к некоторым вопросам. Жанна, вы будете говорить? Да, да, я жду своего слова. Всем добрый день. Резюмируя все, что сейчас было сказано, доклад представителей про ООН и все выступающие, то, что говорила Елена и Людмила Кузнецова, как раз подводит нас, мне кажется, к такому пункту в письме, что мы должны просить мораторий на проведение тендеров на сдачу земли в долгосрочную аренду. То есть все, что вы говорите, как раз просто кричит о том, что наше законодательство не в норме сейчас, что нам нужно обсуждать все эти попытки сейчас, допустим, провести тот же закон, учитывая, что мы сейчас находимся все это вынуждены обсуждать онлайн, что у нашего министерства и у Акимата есть такое искушение фальсифицировать возможность фальсификации результатов, проведение онлайн голосования. мы вот с Леной столкнулись с таким примером по голосованию в Акимате, когда они пытались 18 людьми проголосовать за поправки или за принятие чего-то важного, понимаете. Для нас это сейчас очень критично. и если мы укажем в письме, что в связи с такой сейчас ситуацией за время этих противоэпидемических мер, что вопрос удаленных всех обсуждений и при этом возникает у нас то есть они хотят голосовать за ТЭЦ, допустим, голосовали якобы с помощью Фейсбука и мы все были свидетелями просто натянутых на откровенного вранья. Поэтому нашим... Жанна, спасибо. Жанна, спасибо. Мы поняли предложение, что очень хорошее предложение. Мы его внесем в письмо о моратории. Мы просто не хотим сейчас удаляться от темы. Нам нужно дополняться и от последнего подключить. Подожди, одну минуту. Лен, я говорила одну минуту, полторы минуты. Значит, я сейчас просто доскажу. Да, но это касается конкретно письма. Если мы вносим этот мораторий, нам нужны какие-то то есть просьбы о моратории, нам нужны доводы. И вот довод один такой, что мы сейчас все на удаленке находимся и когда общественность не может сама присутствовать и отсутствие журналистов и экспертов, недопущение их к обсуждению невозможность нормального функционирования всех органов власти. Вот только вот это хотела добавить. Все, спасибо большое. Спасибо, Жанна. И я в заключение опять же даю слово Сергею Георгиевичу минуткой и потом вы можете писать мне, писать Вадиму, да, для все предложения, которые у вас есть, присылать лучше в течение этой недели, чтобы опять же пока свежо свежи идеи для письма, мы не говорим опять же про работки детальны, она идет своим чередом в проекцию Веры, но именно предложение для письма, что туда включить, присылайте желательно быстрее. Вам слово. Да, я считаю, что необходимо учесть два очень важных фактора. Первое, спрос на экологический туризм, который сейчас Вера подчеркнул, его в определенной степени искусственно раздувают. Давайте развивать, давайте развивать. У нас в отрасли все многие завалились, экотуризм это та отрасль, которая может спасти в значительной степени экономику. Но не надо забывать, что экотуризм не обладает жестким неэластичным спросом, поэтому при малейшем, допустим, такой ситуации, как коронавирусом, туризм просто заваливается на поле. Это первое. И второе, огромное количество скоплений людей на Большом Алма-Атинском озере, в Тургенском ущелье, в Бутаковском ущелье объясняется тем, что целый ряд территорий национального парка приватизированы, захвачены и уже превратились в зоны недоступности. Мы их так уже и квалифицируем, куда ни один турист проникнуть не может. Плюс огромное количество территорий приватизированы в охранных зонах, что также создает избыточный поток туризма, туристов на территории Алла-Атинского санометра. Спасибо. Спасибо всем. Рассредоточение это один из рецептов, которые уже неоднократно давали все эксперты именно в контексте развития туризма на территории национальных парков. Нам нужно улучшать законодательство. Всем спасибо за участие. Я думаю, что мы в ближайшее время после обработки выложим запись. Она была сегодня также на Фейсбуке, на сайте Ливня, на странице какой? Будет на Ливне также размещена, поэтому если у вас будет необходимость просмотреть и для себя что-то зафиксировать, вы это можете. Мы это говорим специально также для пресс-секретаря министерства САМАУ, что так как вы чуть позже к нам присоединились, все первые выступления экспертов вы сможете посмотреть в записи. У нас все транспарантно, мы предлагали и членам общественных советов парков на самом деле присоединиться к этой дискуссии. К сожалению, вот у нас когда надо собираться в общественный совет, все за, а когда нужно уже вносить конкретные предложения, почему-то все не могут. Но это отдельная тема, общественный совет, общественное участие. Вот хорошо, что напомнили, что на следующей неделе юбилей Оркутской конвенции подписания в Казахстане. Я думаю, нам надо всему экологическому сообществу каким-то образом это дело отметить. Ваши предложения все принимаются, потому что 20 лет бывает только раз в году. И у нас есть хороший повод говорить о хорошем и о том, что еще не решено и придавать предложения. Всем большое спасибо. Благодарю всех, кто участвовал. Завтра Гибер-Варей на нашу тему. А, завтра вот Вадим Варейко обещает завтра выложить у себя 7 вечера именно тоже свой продукт по этим землям нацпартов у себя на канале. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания всем. Вера, вам тоже спасибо. Спасибо большое за возможность огласить свои предложения, узнать ваше мнение. Я думаю, что мы будем на связи и очень важно работать сотрудничество, чтобы не туплировать, а именно взаимодополнять. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok